В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Новый год не за горами и многие уже задумываются о том, с кем и где его отметить. А вот в мэрии проанонсировали мероприятия, которые будут проходить в городе. Организаторы обещают огромный 3D-пряник, торт-часы и выступления рэпера Сереги. Что еще ждет одесситов и туристов, нам расскажет Татьяна Маркова, директор департамента культуры и туризма. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. К вам пришло уже новогоднее настроение? Ну, безусловно, потому что уже сегодня, благодаря объявленному конкурсу, прекрасно оформлены очень многие витрины наших магазинов. Вчера город рождественно отметил Хануку. Это действительно настоящий праздник, который подчеркивает мультикультурность нашего города. Хорошо, давайте тогда обсуждать, что нас ждет на новогодние праздники. Дерибасовская. Центральная улица, популярная улица. Стилистика ее изменится в этом году. В прошлом году это были большие елочные, а-ля елочные игрушки, украшения. Разноцветная иллюминация в этом году поменялась. Стилистика почему? Ну, во-первых, мы привыкли радовать и удивлять и гостей города, и жителей города. В прошлом году наши огромные шары вызвали настоящий фурор и цепь репостов по социальным сетям по всей Украине, не только Украине. Наши шары были видны и замечены в Ютьюбе, и с огромным количеством просмотров международных, но, естественно, хотелось бы что-то новенького. Не было соблазна оставить шары, потому что они действительно понравились. Они понравились, действительно. Но, знаете, здесь есть еще один такой маленький нюанс. К сожалению, нужно сказать, что наши гости города, может быть, даже и одесситы, не всегда понимают, что это для них сделано, и не всегда корректно себя ведут. На протяжении использования за этот период четыре шара практически были выведены из строя. Причем это все было предусмотрено от того, что вы просто облокотитесь на этот шар, с ним ничего не произойдет. Но если вы его лупите ногами или бросаете в него очень тяжелые предметы, или стараетесь его расшатать, а были такие случаи, шары пострадали. В этом году, во-первых, изменилась стилистика самих деревьев на Думской площади. Если вы обратили внимание, они имеют такой графический вид. Мы, честно говоря, подсмотрели это в Париже. Нам понравилось. И они однотонные. В прошлом году были разноцветные, в этом году однотонные силуэтные. Этот именно стилуэт, как графика, показалось, что это действительно очень стильно, очень современно. И мы применили это в данном случае на центральной Одесской улице, как вы правильно заметили, Дерибасовской. Ну и упряжка с санями, потому что не всем нравилось то, что улица несколько загромождена, плохо просматривается. Сейчас только олени. Причем тоже постарались предусмотреть, чтобы они были такие вандалоустойчивые. Но, конечно, если сознательно их крушить и ломать, они поломаются. А как еще защищать? Будет охрана, камеры наблюдения? Ну, камеры наблюдения есть, но, вы понимаете, это исключительно внутренняя культура наших людей. Они поставлены для того, чтобы на них облокачиваться, рядом с ними фотографироваться. Они для этого поставлены. Они украшения и радость, которые приносят и детям, и взрослым. Поэтому хотелось бы понимания от взрослых и детей с тем, чтобы они остались, послужили нам в случае все эти новогодние праздники. А на самом деле распоряжением городского головы новогодние праздники у нас продлятся более чем на месяц. Потому что в распоряжение прошли мероприятия, которые заканчиваются 19 января. Это крещенскими купаниями. С вчерашнего дня, собственно, открытие, как я уже говорила, Хануки. Пошел процесс. Нас ждет очень много всего интересного. И поэтому до протяжения этого всего новогоднего периода хотелось бы, чтобы это новогоднее настроение сохранялось. Да, приятно об этом говорить. Ну, а, кстати, те, кто соскучится за шарами большими или с иллюминацией, их можно будет увидеть в Аркадии. Да, они будут там. Давайте поговорим о елке. Какая будет центральная главная елка на Думской? Ну, как обычно, центральная главная елка у нас на Думской. Вы совершенно верно говорите. Но, согласно распоряжению городского головы, 19 числа зажгутся все елки в районных администрациях, в районах города. Потому что город у нас очень большой, у него большая протяженность. Не всем всегда удобно приехать в центральную часть города. Особенно тогда, когда еще идут учебные процессы, когда еще нет каникулы, когда идет, в общем-то, рабочий процесс, люди на работе. Поэтому так, в общем-то, и создано это распоряжение, чтобы в районах города тоже проходило очень много самых разнообразных мероприятий. И основные елки в районах города тоже будут зажжены 19 числа. Ну, а центральная елка удивит нас в этом году опять своей другой иллюминацией, потому что всякий раз она разная, другая. Как бы была бы эта стилистика. Расскажется нам секрет? А нет, это будет 19 числа, поэтому мы всех приглашаем 19 числа к нам на Думскую площадь, потому что нас ожидает несколько сюрпризов. Ну, как всегда, это праздник Святого Николая, который очень широко отмечается. Это не просто театральная постановка, это не просто зрелищное мероприятие, кстати, на которое приедут центральные каналы. Одесса уже в плане включения в центральные каналы, потому как будет праздноваться Святой Николай. Но кроме этого, нас ожидает большое чудо, огромное количество угощений, 3000 пряников Одесского сердца в Тельняшке и огромный 3D-пряник. Кстати, да, раз вы об этом забыли, что такое 3D-пряник? Ну, объемный пряник, пряник объемный, который и называется так, как город, в котором забываются мечты. Мы увидим одесские деревья, Одесскую и Потемскинскую лестницу, на пряники, море, маяк, людей. Это все огромный пряник, который тоже после своей презентации Святой Николай вместе с мэром предложит всем попробовать, и этот пряник начнется разрезаться и раздаваться. Печего будут онлайн или он будет уже готов? Нет, пряник пекут, я вот хотела как раз рассказать. В этом году у нас такой социально спрямованный проект празднования Дня Нового Года, и празднования Нового Года и Рождества у нас с 14 числа уже устанавливается специальный сказочный пряничный дом, пряничные сказки, где будут фотозоны, инсталляции, куда приходят разные мастера. И вместе с хорошо известной всем Оксаной Бубликовой, человек, который создает рекорды Украины, в этом году у нас тоже будет 3 рекорда Украины по тем проектам, которые мы будем готовить по заказу мэрии. Он будет собираться всеми, он будет готовиться, можно будет перейти на мастер-класс, можно будет подсмотреть, там будут даже маленькие печи, где будут подпекаться пробнички, которыми щедро будут угощаться абсолютно все. Это мы сейчас говорим о Дне Святого Николая? Мы говорим вообще о периоде с 14 января, декабря по 14 января. А, можно успеть будет в любой день. В течение всего месяца, в любой день, возле Дюка де Решвье, нарядно оформленный, уже, собственно, с субботы, с 15-16 числа этот пряничный дом, пряничные сказки будут принимать гостей. Здорово. Мы с вами начали про елку. Будут ли какие-то креативные решения новогодних елок? В прошлом году такая елка стояла возле Дюка. Ну, у нас в этом году нет арт-елки как арт-объекта. У нас, как бы, было много критики по поводу прошлогодней арт-елки. А в чем закричалась критика? Кому не понравилось? Ну, не понравилось в том, что это какая-то там дешевая ткань и так далее. Это, в общем-то, видение, вы знаете, у нас очень много критиков. Есть такое? Да, да, да. Люди, которые, в общем-то, сидя на диване рассказывают, что все не так, надо сделать все по-другому. В общем, поэтому мы в этом году у нас акцент будет на пряничный дом, на пряничные сказки. И Дюк сам, как бы, становится центром вот такого акцента новогоднего. Плюс Думская площадь, на которой будут разворачиваться события. Безусловно, у нас будет специальный иллюминированный городок, как обычно. Конечно, так как это год собак, будет обязательно символ года, как это каждый раз происходит. Ну и на Думской площади, кроме 19 числа, будет проходить еще целый ряд других проектов, творческих проектов, которые тоже мы с удовольствием приглашаем наших людей. Но если вернуться еще к нашим пряничным, угощательно-вкусняшным празднованиям, то обязательно хотелось бы сказать, что 1 января, с середины дня, когда все уже проснутся и дети потащат родителей, или всем, что бабушек и дедушек точно на Приморский бульвар гулять, будет презентован еще один совершенно уникальный шоколадно-пряничный торт в виде часов одесского времени, где будет, в общем-то, рассказываться о том, как Одесса строилась и создавалась. И еще один проект вот такой огромный, еще один рекорд, это будет шоколадно-пряничный торт на 7 декабря, который будет условно погрузить нас в Одессу, как образ, как город, в проект «Вечера на хуторе без лиздиканьки». То есть это будет уже национальная, фольклорная, украинская тематика. Я думаю, что это будет очень красиво, и это, безусловно, будет очень вкусно, и опять-таки же совершенно бесплатно, это будет резаться, раздаваться, и все будут угощаться. Здорово. Не могу не спросить, многих зрителей интересует вопрос, вернутся ли фрукты и бабочки на Дерибасовскую после новогодних праздников. Не планировали. Не всем мне нравится, была критика определенная. Не будем загадывать так далеко, вернемся все-таки к новогодним праздникам, рождественским мероприятиям. Несколько вы уже анонсировали. Давайте так, чтобы структурировать, и всем было понятно, какие мероприятия будут интересны детям, какие молодежи, какие людям постарше в возрасте. Вот такие три группы. Как я уже сказала, у нас такой социально направленный проект. Во-первых, приобретает город порядка 12 тысяч билетов на разнообразные проекты, спектакли. На эти проекты будут приглашаться одаренные дети, дети, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, дети с особенными потребностями, дети переселенцев, дети воинов АТО. То есть это все очень продуманно, распределено. Причем дети будут посещать и оперный театр, и филармонию, и музыкальную комедию, и мурвокзал. Очень много очень ярких, креативных, прекрасных спектаклей, которые поддержат это прекрасное новогоднее настроение, начиная как раз от 18 декабря, вот первые проекты стартуют в это время праздничные, и заканчивая уже там, кстати, концом каникулярного времени. Детям будет чем заняться. Абсолютно. Пригласить хочу всех также 18 числа в 16 часов школы Столярского «Одесса зажигает звезды». Проект, на котором можно услышать лауреатов международных конкурсов, прекрасных деток, творческих, одаренных детей, которые учатся в школах эстетического воспитания, очень активно и многократно побеждают на самых разнообразных, самых престижных конкурсах музыкальных. С этим связана еще одна тема безопасности. Собираются дети, кто будет следить за безопасностью, в том числе противопожарные. Все это продумано. Все службы включены в распоряжение городского головы, департамент муниципальной безопасности, полиция, патрульные службы, МЧС. Абсолютно все в ружье, так будем говорить, и безусловно, это все на чеку, это все будет осматриваться, подготавливаться. Прежде чем туда заходят дети, туда заходят специальные службы и проверяют все эти, то есть все нормы обязательно будут соблюдены. Хорошо, молодежь, давайте ей уделим внимание. Ну, молодежи, безусловно, будет тоже небезынтересно зайти в пряничный домик, собственно, как и более взрослому поколению. Но, конечно, молодежь ждет движения такого активного, яркого, и, конечно же, празднование Нового года на Думской площади, это становится традиционным проектом. Традиционный концерт. Во-первых, сам концерт, во-вторых, после концерта дискотека, и молодежь, конечно, с удовольствием приходит на эти проекты. Но нужно сказать, что очень активно включаются молодежь и в так называемые социальные проекты. И мы благодарны очень нескольким молодежным организациям, не только молодежным, общественным организациям, которые создают целый ряд проектов. Так, например, у нас во время так называемого католического Рождества, в этом году это вообще официальный выходной, хотя у нас традиция, мы каждый год делаем специальные проекты. На Дерибасовской площади на ярмарке будет специальный концерт, связан с творчеством фольклорным. На Дерибасовской напротив новомосковской гостиницы Добрый Самарянин делает специальную такую палатку, где есть такая программа «Собери подарок сироте» и целый ряд тоже своих акций и мероприятий будет проводить. Поэтому молодежь очень активно включается и в волонтерское движение, в творчество. Молодежь будет принимать участие в хоровой и в музыкальный фестиваль рождественский, который будет 7 числа на Думской площади. Они станут участниками и, конечно же, зрителями этих проектов, безусловно. Если говорить о концерте, я анонсировала рэпера Серегу, также трибют-шоу Абба будет выступать. Кто выбирал этих артистов? Это самые популярные из тех, которые имеем сейчас? Нет, дело не в этом. Дело в том, что сегодня мы смотрим на то, кто же у нас выступал. Вы знаете, что Одесса славна своими опен-эйр концертами, и День города, и на Новый год. И если у нас артисты были на протяжении последних нескольких лет, то кажется нам, что не очень интересно их приглашать вновь. То есть на хотя бы 2-3 года. Не повторяться. Ну да, не хотелось бы повторяться, поэтому из наиболее популярных тех, кого у нас еще не было на протяжении последних 2-3 лет, вот это те, которые были однами отобраны. Во сколько городу обходится празднование Нового года и Рождества? Вы знаете, это очень такой объемный вопрос. Дело в том, что каждая администрация имеет свой собственный бюджет районный, потому что проходит, как я уже говорила, не только зажигаются елки, проходит целый ряд празднований. Каждый из департаментов имеет свой бюджет. А если посчитать, сколько будет затрачено сил на то, чтобы убрать, поставить биотуалеты, на то, чтобы действительно обеспечить безопасность, на то, чтобы было всегда чисто и уютно, на то, чтобы все светилось и горело, чтобы иллюминация работала, и тут же ее чинить в случае. То есть это, конечно, очень большие бюджеты, поэтому трудно подвести какой-то общий итог. На самом деле, задача поставлена мэром таким образом, чтобы все отработали максимально в полном объеме, с тем, чтобы было действительно, в первую очередь, безопасно, ярко, интересно и празднично, потому что новогодние праздники — это как раз те праздники, которые наиболее сказочные, наиболее ожидаемые. Такой человек, который не любит новогодние праздники. Совершенно верно, они наиболее ожидаемые. А давайте с вами вернемся еще к категории «люди постарше», и что им будет интересно? Вот молодежь мы обсудили, да, мы рассказали, что деткам будет интересно. У нас есть, так называемый, второй додаток — это дополнение к этому распоряжению. Мы рассказываем о том, что проходит в закрытых залах. У нас очень много интересных, красивых проектов для взрослых. Людей готовит и оперный театр, и музыкометия, и филармония, наш театр. У нас есть выставочные проекты. Очень интересно будет, наверное, тоже пройтись, погулять и побыть на ярмарке, которая будет на Приморском бульваре. Будет возможность согреться горячим или глинтвейном, или кофе, или чаем. Будет возможность что-нибудь попробовать мангала. То есть, на самом деле, прогулка по городу будет доставлять удовольствие, потому что вся эта иллюминация, концертная программа, тем более те проекты, которые мы предлагаем, они очень разноплановые. Сказочная атмосфера. Они молодежные, с одной стороны, потом есть рождественские, а потом есть и фольклорная национальная музыка. То есть, в общем-то, все будет продумано на любой вкус. Я когда готовилась к студии, заметила статью, нашла я в интернете. Киевский автор пишет о том, где лучше встретить Новый год. И он рассматривает два варианта. Это Одесса и это Львов, Карпат и направление западное. Какие у нас преимущества у Одессы? Ну, вы знаете, мы для себя с радостью отметили, что и львовяне, и западная Украина, и не только они, но и ближние, и дальние зарубежности радостью приезжают к нам на новогодние праздники, потому что открыты рестораны, кафе, всю ночь гуляния, прекрасная концертная программа, шоу, развлечения, салют, фейерверк, который всех ожидает. Безусловно, бесплатные угощения мы раздаем всегда по 3-5 тысяч контиков для детей и для взрослых. То есть, никто не остается неодаренным, так будем говорить. Более того, специальные призы. И вот очень интересный пример. В прошлом году главный приз, поездку в Шар-Мальшех на двоих, выиграла девушка из Львова. Очень смешно оказалось, что ее спутником стал депутат как раз Львовского городского совета. Он когда зашел за кулисы, за сцену, он говорит, я не могу поверить, что это происходит. Львовя не едут к нам отмечать Новый год. А мы в этом году ждем туристов иностранных на встречу Нового года. Ждем, ждем. Откуда? Ну, еще раз повторюсь, конечно, в первую очередь это ближнее зарубежье, Молдова, Беларусь, есть румыны. Есть у нас гости из Соединенных Штатов Америки, из Израиля. Но это, наверное, все-таки больше те, кто когда-то были выходцами отсюда, им интересно сюда приехать. Но что очень радует, что у нас есть уже не просто индивидуалы, которых много, достаточно много. У нас есть уже организованные группы и есть бронировки по отелям. То есть мы понимаем, что гости в Одессе будут, и нас это радует, мы им стараемся. А есть какая-то статистика по прошлому году? Сколько туристов посетило Одессу в период новогодних праздников? Знаете, нужно сказать, что со статистикой, статистика это вообще наука, да, это такая очень дама капризная, и она не требует, вернее, требует точности. Поэтому сказать точно и детально мы не можем, потому что, к сожалению, мы не получаем достоверную информацию. Но судя по увеличению пассажиропотока, у нас в разы увеличивается пассажиропоток. И это говорит о том, что у нас и на Новый год будет, мы порядка, в Новый год на Думской, вот в период самого такого мероприятия, которое начинается в 21 час и заканчивается там в 3 часа ночи, милиция, полиция, они тоже ведут какую-то свою статистику, им как бы известную. Мы посчитали, что у нас было порядка 100 тысяч человек, которые ходили по Приморскому бульвару, были возле Думской, возвращались, гуляли. То есть это очень большая цифра. 100 тысяч человек, это большая цифра. И как минимум треть из них это были приезжие. Что ж, спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Маркова, директор Департамента культуры и туризма. И говорили мы о новогодних рождественских праздниках, о том, где лучше всего отпраздновать и насладиться сказочной атмосферой. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо. Счастливо. Счастливо.